Здравствуйте, дорогие друзья! Новая недельная глава, китово, непростая глава. Предыдущая глава начиналась словами «когда выйдешь», а нынешняя «когда придешь». Вполне естественно, что когда подобное сочетание мы видим, это побуждает нас искать связь между словами. По законам нашей человеческой логики, тот, кто вышел, обязательно, по идее, куда-то придет. Естественно, что между двумя этими действиями лежит определенный путь, который влияет на идущего. И вот все, что связано с нашими действиями, все, что мы думаем, совершаем, это все порождает наше будущее. Об этом говорится в главе. Например, в конце предыдущей главы есть заповедь о правильных весах и верных гирях. Она соседствует с отрывком об Амалеке. Вроде никакой внешней связи нет, но Раша говорит, если ты обманул при взвешивании, обманул кого-то при торговле, берегись ссоры с врагом, потому что сказано, лживые весы, мерзость пред Богом. Если у человека появляется хоть элемент высокомерия, явится посрамление, написанное в Мишлей. Надо очень думаться в это, особенно в месяце и луг. Подходим к неприятному. В нашей недельной главе записаны страшные увещевания. 98 жестоких проклятий. Если мы свернем с дороги, если мы будем делать не так, наши мудрецы установили порядок чтения недельных глав таким образом, чтобы вот эти проклятия читались в конце года. Здесь есть намек, чтобы закончился год вместе с его проклятиями, потому что, скорее всего, мы что-то наделали не так, и что-то происходит не так. И хотим, чтобы начался год, как мы говорим, вместе, чтобы уже с благословением. Возможно, здесь есть и нечто большее, чем просто пожелание окончания проклятий. Возможно, чтение этого увещевания, это подготовка к молитвам в наступающие для нас дни трепета, перед судом. Ведь в разделе о первых плодах, например, мы увидели, как важно признавать совершенное для нас добро. И ради этого сотворен мир, написано. Да, нам не понять, написано, человек должен признавать каждое добро, что с ним происходит. Это главное, что от нас требуется. Тем более, когда мы приходим просить о счастливом годе, и надо прежде всего сказать спасибо за все милосердие, которое было сделано для нас, что мы получили за свою жизнь. А потом уже просить о новом. Написано в недельной главе, но если будешь ты исполнять волю Бога, заметьте, обращение личное. К каждому человеку отдельно. Ибо мы несем не только коллективную, но в основном еще и индивидуальную ответственность перед Всевышним и перед нашими потомками, написано. Короче, от каждого из нас зависит наша судьба. От каждого из нас зависит судьба и окружающих. Вот в это вот и надо вдуматься. Вообще, в преддверии вот Рошашана, Йом-Кипура, каждому хочется удостоиться милосердия неба. И обращаются всегда к Всевышнему. Не относись к нам слишком серьезно, не наказывая за все поступки и так далее. В Талмуде, в трактате Сата сказано, к тому, кто относится к другим милостливо, на небесах относится тоже милостливо. Поэтому есть очень серьезный такой тайный, как выйти из этой ситуации. Если мы забудем обиды, нанесенные нам людьми, Бог сделает вид, что не заметил обиды, нанесенные ему. Короче, прощайте других, и тогда Брок простит всех нас. Сказано в конце, и придут к тебе благословения эти, и сбудутся, если будешь слушать Бога твоего. То есть тут все понятно. Слушайся Бога, делай, как Он сказал, и увидишь благословение. Вообще известно, что в Рошашана, в еврейский Новый год, ко всем, всем на земле, всем абсолютно людям, всем странам выносится приговор о достатке, о здоровье в наступающем году и так далее. Тем не менее, мы же каждый день тоже молимся, прося Всевышнего дать нам здоровье, пропитание и прочее. Что толку тогда в ежедневных молитвах, вот этих ежедневных, если во всем уже вынесено постановление в Рошашана, и мы, вот нам выделено там на этот год, там, сколько там, сколько, н заработка. В чем мы волимся тогда, в чем смысл? И вот в словах Моисея, заключен вот этих, вот и придут все благословения, заключен ответ на этот вопрос. Божественные благословения, они должны еще и прийти и сбыться. В день Рошашана все благословения, неспосланные свыше, для обеспечения нужд человека, спускаются, приходят на определенный такой уровень реальности в высших мирах. И там они в хранилище прибывают до тех пор, пока они будут привлечены вниз в этот мир. Они должны воплотиться, сбыться в конкретное материальное благо. Только если человек будет вести себя, а человек думает так, выделили мне в Рошашана что-то, а теперь все, нет, не так. Для материализации этих благословений, вот нам и нужна ежедневная молитва Всевышнему, а для того, чтобы копилка была твердая, надо еще и вера. Ну вот, брахавы от слаха, и хорошо пройти нам эту неделю. Субтитры создавал DimaTorzok